Добро пожаловать на домашнюю группу. Я Рик Реннер. И мы сегодня продолжаем говорить о молитве. И мы поговорим о семи вещах или моментах, из-за которых молитва может быть вообще неотвечена или неуслышана, или ответ придет поздно. Итак, добро пожаловать. Максим, друзья, я рад быть с вами. Андрей, добро пожаловать. Дорогие друзья, добро пожаловать на нашу домашнюю группу. И так здорово, что мы сегодня говорим про молитву. Хочу напомнить, что через несколько дней начинается в нашей церкви молитвенный марафон о детях. Давайте вместе молиться о наших детях. И у меня вопрос к епископу. Епископ, когда ваши дети были маленькие, как часто вы о них молились? Каждый день. Каждый день. Вы благословляли их каждый день? Да. И сейчас они взрослые? Да. А как часто вы о них молитесь сейчас? Вы продолжаете о них молиться? Конечно. Очень часто. Интересно, когда ты молод, я в качестве примера о Джоэле хочу поговорить. Когда Джоэл был совсем малышом, он молился вот так. Господь, будь с папой, с мамой, с Павлом, с Филиппом, с нашей собакой, Господь, будь. Очень мило. Но по мере взросления, если ты продолжаешь так молиться, вот примитивно, то нет роста молитвенной жизни. Надо молиться, со временем наша молитва должна развиваться, должна становиться более интеллектуальной. Максим перед домашней группой сказал интересную вещь. Что это было? Вы знаете, я вот что заметил. Я вообще покаялся в Пятидесятнической церкви, там все, аллилуйя, молитва на языках, но молитвы вот разумом, я бы сказал, ну, было очень мало. Сразу все переходили на языки. Но это тоже хорошо. Это хорошо. Но вот когда я оказался рядом с епископом Риком, который очень много молится на языках, и духовный очень сильный человек, личность, апостол, он классно молится разумом, умом, как апостол Павел сказал, да, буду молиться духом, буду молиться умом, и я все не мог понять, почему я не слышал от других лидеров харизматических такой классной молитвы умом. А он часто в течение дня переходит на молитвы умом, и я понял, почему. Он в детстве был баптистом, и он в детстве не молился на языках, и у него развита эта часть мозга. Да, у них не было молитвы на языках. Они даже не знали. И у него вот эта молитва с пониманием, она на другом уровне. Я этому у вас учусь, и я очень рад, ну, и благодарен за это. Интересный. Ну, должен быть баланс, правильно? Баланс должен быть, да. Должен быть баланс. Да. Но, если можно, я вернусь к молитвному марафону о детях. Хорошо, давай. Хорошо, давай. Друзья, если вы еще не подключились, присоединяйтесь. В этот раз будет очень полезно. Каждое утро мы будем отправлять вам, о чем мы вместе молимся о наших детях, будем отправлять местописания, чтобы вы провозглашали в вашу жизнь, в жизнь ваших детей. И, конечно, мы создаем отдельный телеграм-канал, где так много будет интересного. Будут разные рубрики интересные о детях. Там будут книги, которые мы будем рекомендовать, местописания. И будет рубрика «Папа знает». И вот эти отцы тоже, они уже готовы принимать участие, чтобы учить отцов особенной молитве и чему-то особенному воспитанию детей. И в течение целого месяца мы вместе будем молиться и общаться. О детях присоединяйтесь. Ну и, епископ, мы готовы поговорить о том, почему мы не получаем ответ на нашу молитву. Давайте начнем с первого пункта. Я перечислю семь вещей, которые могут помешать вам получить ответ. Первое. Грех в сердце. Очень важный момент. 65-й Псалом 18-й стих написано. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Все мы допускаем ошибки. И если нас Господь может не услышать из-за греха, из-за того, что мы допускаем ошибки, тогда Он вообще никого из нас никогда не будет слушать. Но здесь речь не об этом. «Если бы я видел беззаконие». Слово «видел» означает представлять, помышлять. То есть вы размышляете, закрывая глаза, представляете. Вы вот даже где-то мечтаете об этом неправильном. Видите, как вы это совершаете. Удовольствие получаете от этого греха. Созерцаете. Умозрительно вы уже это делаете, и вам хорошо от этого греха. Очень важно, если бы я видел беззаконие в оригинале, если бы я умозрительно его совершал. И здесь Давид ясно говорит. «Господь меня не услышит». Из-за таких вещей заблокирован наш доступ к небесам. Но что может открыть Божьи уши? Это очень важно. Молитва покаяния. 1 Иоанна 1, 9. Написано, что если мы согрешили, и мы исповедали, Он услышит нас и простит. Очистит нас. И это произойдет мгновенно. И сразу же Божьи уши откроются, чтобы слышать ваши молитвы. Что ты думаешь об этом, Андрей? Если я вижу, если я размышляю о грехе. Епископ, у меня пока только вопрос. Во-первых, спасибо, что вы пояснили, если я его вижу. Потому что мы все согрешаем. Причем согрешаем буквально каждый день. Это может быть какой-то маленький, но он все равно грех. И, как я понимаю, здесь речь идет о каком-то преднамеренном грехе, который человек преднамеренно совершает. И он человеку нравится, он совершает его день ото дня. Ведь об этом идет речь. Да. Я понял. Он даже, может быть, и не совершает. Но в сердце. Иисус сказал, если смотришь на женщину с вожделением, то есть смотришь на женщину, представляешь, что ты с ней совершаешь прелюбодеятельность. Ты же не просто уже смотришь. Ты представляешь. Вот о чем речь здесь. У меня есть прекрасный пример, если позволите буквально одну минуту. Вот как объясните, вот это вот представляешь этот грех. Очень хороший пример. Давайте предположим, один человек решил убить другого человека. Он приехал к нему вечером домой, поджидает. А вот не приехал тот человек домой. И как бы, как ветхий закон говорит, убийство не совершено, значит, человек не виновен. Но Иисус говорит, виновен. Несмотря на то, что не произошло, он уже в сердце все спланировал, все сделал, все подумал обо всех деталях. И вот об этом речь, верно? Но если помолиться, покаяться, совершить молитву покаяния, сердце очищается. И тогда ты уже можешь молиться. Беспрепятственно. И когда ты мечтаешь о каком-то грехе в сердце, ты даже не можешь молиться с уверенностью. Потому что ты знаешь, что ты неправ. Правда же? Абсолютно верно. Второе. Второе, что может помешать получить ответ на молитву. Неправильные молитвы. Смотрите, что написано в Библии. Иакова 4, 3. Просите и не получаете. Потому что просите неверно или не на добро. Есть правильный вид молитвы. И неправильный. Есть молитва по Писанию. Когда ты молишься в согласии с Божьим Словом, с Его волей. И есть неправильные молитвы. Неправильные молитвы. Надо молиться правильно. Нельзя молиться, чтобы Бог на кого-то наслал болезнь. Ну, у Бога вообще Его воля иная. Всегда надо молиться за исцеление. Такова Божья воля. В соответствии с тем, что написано. Первый Иоанн 5, 14. И вот какую уверенность мы имеем. Что когда мы просим о чем-то по воле Его. И молимся о чем-то по воле Его. То Он слышит нас. А если Он слышит нас. То мы получаем просимое. Очень важно молиться правильно. Идет ли речь о деньгах. О семье. О браке. О здоровье. О бизнесе. О карьере. О церкви. О не спасенных людях. Если вы хотите, чтобы все ваши молитвы получали ответ. Надо молиться правильно. Андрей. И епископ, согласитесь, что бывают молитвы, которые выглядят, как будто бы Бог на них не ответил. Но на самом деле они отвечены. Хочу привести пример. Один мой знакомый какое-то время назад очень хотел открыть ресторан. Сейчас дойдем до этого. Третье. Нехватка веры. Недостаточная вера. Когда у вас недостаточная вера, это может помешать получить. Марка 9.23. Иисус сказал, если вообще можете верить, все возможно. Но давайте с другой стороны посмотрим. Если не можем верить, то вообще ничего невозможно. Вера — это инструмент, который Бог использует, чтобы действовать. И если нет веры, ничего не получится. Если вы просите у Бога что-то сделать, даже если правильно подошли к Богу, но не верите, то это будут просто пустые слова. За вашей молитвой должна стоять вера. Это очень важно. И я лично понял, что если я сумею поднять уровень своей веры как можно выше для молитвы о чем-то, тогда можно добиться чего угодно. Но когда не хватает веры, тогда вы не получите ответа. Четвертое. Негативное исповедание. Например. Простите, пожалуйста, епископ. Я понимаю, сейчас у меня и у многих других людей возникает вопрос. А как можно поднять уровень веры? То есть его надо поднимать перед тем, как я начинаю молиться? Или во время молитвы? Вот вы, как вы понимаете, у вас достаточная вера для молитвы? Я хочу у тебя спросить. А откуда вера приходит? Вера приходит от слышания Божьего Слова. Или от... Ну да, от слышания Божьего Слова. Это пример, которая женщина, которая исцелилась от кровотечения. Там написано, что она слышала и слышала и слышала, что Иисус исцелял. И она в какой-то момент поняла. Он и ее тоже может исцелить. Все правильно. И еще хочу сказать. Если вы хотите, чтобы у вас была крепкая, сильная вера, окружайте себя людьми, наполненными верой. Люди, наполненные верой, всегда вас попытаются приобрететь и скажут, ты сможешь? Да, конечно, Бог хочет это сделать. Они вас будут приподнимать. Но если вас окружают такие нытики, негативно настроенные, они вас утянут вниз. Поэтому надо ходить в правильную церковь. Надо ходить на домашку. Надо окружать себя в правильной атмосфере. Слышать Божье Слово. Чтобы друзья говорили Божье Слово. Надо окружать себя людьми, у которых есть вера. Епископ Рик абсолютно верно. Я вот сейчас сижу и думаю, в моей жизни есть один человек, который я с ним пообщаюсь. Мне потом приходится молиться. Знаете, мне как хочется искупаться. Вот как будто залезть в душ и искупаться. Я думаю, в жизни многих из вас есть такие люди. Они вместо того, чтобы приободрить и сказать, ты можешь, они на все смотрят в негативном свете. Я очень благодарен за вас, за Андрея. Вообще за людей, которые вот есть в нашей команде. Потому что благодаря вам моя вера всегда в хорошем состоянии. Спасибо, епископ. Если посмотрите на мою жизнь, у меня маленький круг общения. Потому что Бог дает мне большие задания. И мне рядом нужны люди веры. Я готов служить кому угодно. Но есть люди, которые близки мне. Это люди веры. Четвертое. Готовы? Негативное исповедание. Что такое негативное? Негативная речь. Когда ты о чем-то молишься, но только помолился, и говоришь что-то противоположное. Провозглашаешь исцеление, и тут же говоришь. Надеюсь, мне станет лучше. Мне так плохо сейчас. Вы своими словами можете отменить молитву. Сердце и уста должны быть в согласии. И если вы, например, молитесь. Господи, я хочу, чтобы финансовая ситуация изменилась. Я верю, что она изменится. А потом вы потом говорите. Ой, не знаю, как я выживу финансово. Я не вижу, как вообще могут прийти улучшения. Тогда у вас большая разница между тем, что вы сказали, и между тем, что в вашем сердце. Матфея 12, 37. Иисус сказал, мы от слов своих и оправдаемся, и от слов своих осудимся. Греческом написано, вы своими словами сами себя опустите. Удивительно. Вас ваши слова либо поднимут, либо опустят. Будьте аккуратны. Выбирайте выражения. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была благословлена и наполнена благами, то тогда вы должны говорить вещи, согласные вашим молитвам. Нельзя так молитесь об одном, а исповедуете или говорите другое. Не навлекайте на себя своими словами проклятия. Не позволяйте своим словам разрушать молитвы или результат молитв. Епископ Рик, аминь, аминь, аминь. Андрей? Друзья, в этом случае, если вы говорите что-то негативное, и вы, из сердца это исходит, это тоже слово веры, это провозглашение веры. Оно такое же, как если бы вы провозглашали Божье слово. Оно имеет такую же силу. Поэтому вместо того, чтобы провозглашать негативное, лучше провозглашайте Божье слово. Вместе с тем, что вы молитесь, найдите места Писания, то, о чем вы молитесь, и начните провозглашать. И даже если сердце ваше пока, пока еще, оно в трепете, оно еще не доверяет через провозглашение Божьего слова, оно начнет больше доверять. Вы сами будете слышать себя, вы сами будете провозглашать в свою жизнь. Провозглашайте Божье слово. Мы уже поговорили о грехе в сердце, неправильной молитве, недостаток веры, негативные слова, негативная речь. Теперь номер пять. Неправильные отношения или плохие отношения могут помешать вам получить что-то от Бога. В пятой главе Матфея. Давайте откроем Матфея. Матфея, пятая глава. Матфея, пятая глава, с 23 по 24 стих. Смотрите, что сказал Иисус. Епископик, сейчас я открою. 23, 24 вы сказали, да? Да. Да, я нашел. 23. 24, да, нашел. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Итак, в этих стихах, в этом стихе написано, что не принесет тебе твой дар или молитва результатов, если у тебя неполадки или непорядок в отношениях с братом. забивается мусором канал общения с Богом. Я же не говорю, что надо детально разобрать отношения со всеми, кого вы знаете на этой земле, каждый раз, когда вы молитесь. Но написано, если молитесь или приносите дар, и вы вспоминаете, вдруг вам напоминает Господь, да? Дух Святой указывает, вот смотри, здесь у тебя проблема в отношениях. И прежде, чем я отвечу, говорит, пойди наладь отношения. И иногда мы не получаем мгновенных ответов на молитвы из-за неправильных отношений. И Иисус говорит о том, что вот ты вспомнил кого-то, то есть тебе Бог напоминает, вот с этим надо наладить отношения. И когда мы игнорируем то, что Дух Святой кладет в наш разум, может помешать нам получить что-то от Бога. Бог хочет давать, но нам какие-то вещи мешают получать. отношения весьма важны. Когда есть неправильные отношения, тогда мы в неправильном положении. И нам сложно. Епископ, я вот сейчас сижу, вас слушаю. Спасибо вам большое. Я вспомнил человека, мне сейчас Дух Святой напомнил, с которым мне надо наладить отношения. Вот сейчас я сегодня обязательно с этим человеком свяжусь. Я вспомнил, я сделал одну вещь, которая, возможно, его обидела. И я обязательно сегодня извинюсь. Спасибо. Андрей? Епископ, я знаю, что есть еще какие-то следующие моменты, которые могут удержать. Да. Номер 6. Шестое. Духовная оппозиция, духовное противостояние. Ефесянам 6.12. Мы, наша брань, не против крови и плоти, против начальств, властей, мироправителей, тьмы веков всего, то есть демонические силы тьмы. Есть враг, который хочет нам помешать получить. Библия говорит, если вы противостанете дьяволу, он побежит, он убежит. Он убежит. Иногда противостояние означает встать твердо и сказать, я не уйду, дьявол, ты уйдешь. Это очень важно. И еще номер 7. И мы вернемся к твоему примеру сейчас. Время. Иногда мы молимся о правильных вещах, но время еще не подходящее. Например, прежде чем мы с Денисом поженились, однажды вечером я молился, Господь показал мне разные вещи, которые я буду делать в служении. Мне было 22 года. И для меня это выглядело настолько реально, что я попытался сразу все это осуществить. Но то, что я увидел, это было правильно. Но не 22-х, не 23-х летнему юноше все это было осуществлять сразу. Сегодня мне 66. И я вижу, как все эти вещи исполняются. Я все правильно видел заранее. Но время было неподходящим. И вот вопрос времени очень важен. Когда женщина зачинает, когда женщина становится беременной, она же не сразу рожает. Плод должен вырасти, она должна быть готова. Родите через 9 месяцев в правильное время рождается ребенок. И, Андрей, ты хотел рассказать о ресторане. У меня один из моих знакомых очень хотел открыть ресторан в Москве. У него были средства для этого. Но не было правильных людей. Он искал правильных людей, он искал, как это делать. И он молился, 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 молился об этом. И он так его и не открыл, по крайней мере, на это время. И выглядит так, что Бог не ответил на его молитву. Но знаете что? Его молитва или уже отвечена, или пока еще в процессе. Почему? Да потому что он еще не готов. И если он начнет прямо сейчас, он потеряет деньги, потеряет время, потеряет мир, потеряет друзей, ну что-то потеряет. И представляете, ведь когда мы просим о чем-то Богу, он же умный, и он знает конец прежде начала. Он знает, чем все закончится. И если он понимает, что вот то, о чем мы просим прямо сейчас, это принесет разрушение в нашу жизнь, это уберет безопасность из нашей жизни, он выберет наш мир, наш покой, приоритетнее, чем то, что мы просим. Поэтому молитва отвечена. И то, что может нам навредить, Бог просто не принесет в нашу жизнь. Что-то важно. Очень важно. И епископ выглядит так, что вот все эти пункты, да, они очень сложные, но они на самом деле не сложные. Нет, это не сложно. Это просто обычная христианская жизнь. Первое. Твои размышления, или даже мечтания о каком-то грехе могут помешать. Если неправильно молитесь. Номер три. Недостаток веры. Номер четыре. Негативные слова, негативная речь. Номер пять. Неправильные отношения. Номер шесть. Духовная оппозиция. И номер семь. Время, неподходящее еще. Мы еще можем на эту тему поговорить. На следующей домашней группе. Мы продолжим говорить о молитве. Вообще, как молиться? Как пребывать в молитве? Будет полезно. Ребят, спасибо вам большое. Давайте помолимся. Андрей, давай помолись, пожалуйста. Дорогой Господь, спасибо тебе за эту домашнюю группу, это время вместе с нашими дорогими братьями и сестрами. И мы просим, помоги нам быть эффективными в молитве. Помоги нам быть просто хорошими верующими. Иметь в своем сердце Твое царство, Твои ценности, Господь. И благослови начало молитвенного марафона, который начинается через несколько дней. И провозглашаем в жизнь наших дорогих людей мир и благодать. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok